С установлением жаркой погоды волгоградцы отправляются к водоемам отдыхать на пляжах. Часто жители выбирают необорудованные и опасные для жизни и здоровья места. Патрульная группа из числа государственных инспекторов МЧС и добровольцев проверила акваторию Волги. Специалисты провели разъяснительные работы и раздали памятки поведения на водоемах отдыхающим. Мероприятия были проведены практически занятия по приемам оказания первой помощи утопающему. Были показаны наглядные примеры, как правильно оказать помощь, как извлечь из воды, как положить, как сделать искусственную вентиляцию легких, то есть как сделать все необходимое, чтобы человеку спасти жизнь. Особое внимание специалисты уделили семьям с детьми, отдыхающим у воды. До граждан довели статистику несчастных случаев. В большинстве из них трагедии с детьми происходят из-за потери контроля со стороны взрослых. Данное мероприятие направлено на то, чтобы родителям напомнить о правилах безопасности, о необходимости постоянно следить за детьми, напомнить те правила, которые реально спасают людям жизнь. Несоблюдение правил безопасности на воде приводит к трагедиям. Могут тонуть как дети, так и взрослые. Специалисты васвода подготовили 9 патрульных групп добровольцев-спасателей, которые в течение всего сезона будут осуществлять контроль в местах отдыха у воды, а также проводить профилактическую работу с населением. Было подготовлено почти 250 спасателей, добровольцев-спасателей из числа студентов профильных вузов, ребята, которые подготавливаются и учатся по специализации МЧС. Это пожарное дело и спасательное дело. Данные ребята, проходя занятия в осводе, получали необходимые курсы знаний по теоретической подготовке и по спасению утопающего. Любой водный объект – это всегда зона повышенного риска. И причина несчастных случаев кроется только в небрежном отношении человека к самому себе и своим близким. Во время отдыха у воды не оставляйте детей без присмотра. В случае экстренной ситуации звоните по телефону 101. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы регионального главка МЧС.